Свиной грипп атакует анапчан. О резком увеличении случаев заражения гриппом H1N1 жителей курорта рассказала врач-инфекционист взрослой поликлиники Ольга Крыбуля. На сегодняшний день скорая помощь у нас получает 200-300-250 вызовов в день. Из них где-то 50-52% это вызовы с подъемом температуры. Жалобы, то есть на повышение температуры, на общую слабость, недомогание, интоксикацию. 75-80 вызовов приходится на детей. Та же самая проблема, повышение температуры, признаки ОРВИ. На предыдущую неделю у нас было обращение с ОРВИ в поликлинику 757, то есть это очень большой показатель. Каждый день обращается к врачу-терапевту до 40 человек, то есть идут нулевыми талонами, потому что действительно обращаемость очень большая. По словам медика, первыми рост числа заболевших гриппом на себе ощутили детские врачи. Но в последнюю неделю идет прирост заболевших и среди взрослых. Специфической профилактики не существует. Нет такой таблетки, которую мы могли бы выпить и не заболели гриппом. Главная, основная профилактика не заболеть гриппом, это вакцинироваться. Если человек вакцинировался, снижается на треть как минимум риск его заболеть, если человек приконтактировал с больным гриппом. И если даже он заболеет, он уже будет болеть в более легкой форме и не будет, самое главное, тяжелых летальных исходов. И не специфическая профилактика, это как обычно, то есть мы это уже знаем. Обязательно ношение масок в людных местах, если вы не можете избежать посещения, допустим, торговых центров, елочных базаров. Это обязательно промывание носа, полоскание ротовой полости, можно содой, можно просто водой, мытью рук с мылом, проветривание, витаминотерапия. То есть как бы все эти меры профилактики мы уже знаем по ковиду.